Здравствуйте! Это программа «Сноска» и сегодня у нас в гостях Юлия Дорохова, руководитель Центрентранс города Барнаула. А поговорим мы об организации оплаты проезда в общественном транспорте, о проездных билетах, пересадочных талонах и какая работа ведется, чтобы рассчитаться за проезд банковской картой можно было во всем общественном транспорте. Приветствую вас! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как сейчас работает система поездок в общественном транспорте с учетом ремонта моста на новом рынке? С момента ремонта путепровода ситуация по передвижению населения не изменилась. У нас как фиксировалось около 7 миллионов поездок в месяц, так и фиксируется. Единственное, что поменялось, произошло перераспределение населения в разрезе маршрутов, что, безусловно, по объективным причинам произошло. С 1 сентября для студентов и школьников действует единый проездной, который распространяется и в автобусах. Как можно узнать, на каких маршрутах? Вся информация о данных маршрутах представлена на нашем предприятии, на сайте нашего предприятия во вкладке «Транспортная карта» под раздел «Маршруты». Этот список находится в актуальном состоянии, всегда поддерживается. Единый проездной в автобусах – это только на момент ремонта путепровода или будет действовать и после? Нет, это больше была решена проблема, чтобы у нас школьники и студенты пользовались данными проездными, в том числе и в пригороде, в связи с многочисленными обращениями граждан. Ну, насколько востребован вот этот талон единый проездной? Это, как показывает практика, этот проездной оказался очень востребованным и актуальность его растет ежемесячно. Так, в сентябре рост составил по отношению к предыдущему периоду прошлого года 48%, в октябре рост уже составил 46%, а в ноябре месяце активация его выросла в два раза. И сейчас она составила более 13 тысяч пополнений указанных транспортных карт. Вот транспортная карта, она вообще имеет срок годности? Нет, срока годности у транспортной карты нет, но у нее есть гарантийный срок. Вот гарантийный срок, он составляет один год. В течение года, как правило, если есть какие-то неполадки с чипом или еще какие-то моменты, они, как правило, выявляются в течение года. А срок пользования у карты, насколько бережно будете к ней относиться, настолько она будет вам предана служить. Как правило, вот у нас система действует уже 6 лет, и эти карты себя зарекомендовали в эксплуатацию очень хорошо. Насколько выгодно, удобно пользоваться именно транспортными картами, нежели рассчитываться наличкой? Ну, удобство транспортной карты, оно очевидно. Это, как правило, стоимость одной поездки, она ниже, чем за наличный расчет. У нас стоимость за наличный расчет составляет 28 рублей. А по транспортным картам вида льготная, пенсионная, школьная, студенческая, стоимость одной поездки составляет от 12 до 16 рублей. Ну, разница, конечно, заметна. Вот есть малоимущие категории граждан, которые могут пользоваться тоже этой картой по льготному тарифу. Как его оформить? Да, у нас существует тариф, транспортный, проездной билет для школьников, чьи семьи признаны малообеспеченными. Транспортную карту это можно оформить у нас на Ленина 6, МУП «Центр Транс». Для этого необходимо предварительно записаться по номеру телефона и без очереди прийти и ее оформить. Для этого необходимо иметь определенные документы с собой. Это документы, удостоверяющие личность школьника, либо его законного представителя. Это справка со школы. И это справка с органом социальной защиты, которая будет подтверждать, что данная семья имеет статус малообеспеченный. Оформление, как правило, занимает 5-10 минут. Ну, и еще одна такая система оплаты у нас с вами появилась не так давно, с того момента, как начали, в общем-то, ремонт долгожданный на новом рынке моста. Это система пересадочных талонов. Как она себя зарекомендовала? Пересадочный проездной набирает актуальность у нас. У нас уже по нему осуществлено более 23 тысяч поездок. С 21 апреля он у нас стартовал данный вид проездного. И по нему уже осуществлено более 23 тысяч поездок. То есть, ну, если в среднем в месяц пользуются примерно 300-400 человек. Ну, я тоже акцентирую внимание, что он ежемесячно набирает свой рост. Ну, никаких перебоев в работе не было, там, жалоб со стороны пассажиров? Нет, больше, наверное, уточняющие вопросы, где он работает, как им воспользоваться. Еще раз акцентирую на этом внимание, что воспользоваться им можно только на электротранспорте. На маршрутах, которые у нас утверждены приказом Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству транспорта и связи. Это у нас три троллейбусных маршрута, единица, шестерка и семерка. И трамвайные маршруты, единица, тройка, четверка и семерка. Как им воспользоваться, этим проездным? Транспортную карту, когда вы заходите в один из этих маршрутов, необходимо приложить к терминалу. Пройдет регистрация поездки. С этого момента начнется отсчет в 100 минут. 100 минут – это час 40. В это время необходимо уложиться, чтобы пересесть на другой маршрут электротранспорта. Также приложить карту к терминалу. Пройдет регистрация поездки и выйдет нулевой талон. Это будет бесплатная пересадка. Если вдруг оплачивал не картой, а наличными? Это не будет действовать. То есть каждая поездка будет считаться отдельно и за наличный расчет. Поняла. То есть мы понимаем, что… То есть вот эта система работает только при оплате транспортной карты? Безусловно, да. Какая работа ведется, чтобы во всех автобусах, маршрутных, такси можно было рассчитываться банковской теперь, вот говорю, картой? Потому что нелитки случаи, когда переводите на номер телефона и так далее. У нас оборудование, которое предусмотрено расчетом как по транспортной карте, так и по банковской карте, оно одинаково. То есть если маршрут внесен на наш сайт, что там можно рассчитаться по электронным средствам платежа, значит в таком маршруте можно рассчитаться как картой транспортной, так и банковской картой. На сегодняшний день у нас маршрутная сеть состоит из 79 маршрутов, 71 из которых подключены к системе. Их актуальный перечень можно посмотреть на нашем сайте. Хорошо, что тогда делать пассажиры, если водитель все равно настаивает, что нужно перевезти деньги ему на мобильный телефон? То есть если уже понятно, что данный маршрут подключен к системе, то в нем должен быть терминал. Ответственность за наличие терминала в салоне несет перевозчик. Если сложилась такая ситуация, что маршрут подключен к системе, там должен быть терминал, но терминала нет, поездка осуществляется бесплатно. Это закреплено нормативной базой, которая у нас существует в городе Барнауле. Ну вот поступил вопрос, завели ребенку банковскую карту, можно ли привязать к ней школьный тариф? Нет, к банковской карте привязать школьный тариф нельзя, так как у нас стоимость одной поездки по банковской карте составляет 28 рублей. То есть она равна наличному расчету. И нормативная база, она у нас предусматривает льготные условия для карт транспортных, таких как школьная и студенческая в том числе. То есть стоимость одной поездки составляет от 12 до 16 рублей. Здесь существует система предоплаты, то есть надо купить месячный проездной и уже пользоваться им в течение месяца. Также есть определенные особенности, которые у нас есть при заполнении транспортной карты вида школьная и транспортной карты вида студенческая. Так, при заполнении карты вида школьная, наоборот, на стороне карты заполняется фамилия, имя школьника и номер справки, который выдает школа. Соответственно, при заполнении студенческого проездного заполняется номер студенческого билета. Поэтому, когда у нас школьник либо студент заходит в общественный транспорт и показывает свою транспортную карту, кондукта вправе запросить, чтобы ей была показана справка со школы. И идентифицирует эти два документа. Справку, которая находится у школьника, и чтобы эта справка была занесена на транспортную карту. Бывали случаи, и нередко встречались в социальных сетях подобные высказывания о том, что если вдруг, ну по какой-то случайности на банковской карте не было денег, и ты попытался ей рассчитаться, то вот эта карта попадает в черный список. Стоп-лист. Стоп-лист, да. И что делать, чтобы ее потом разблокировать? То есть в магазинах-то ей можно по-прежнему пользоваться, а в общественном транспорте уже нет, даже если на ней появились деньги. Можно обратиться к нам в клиентскую службу, можно обратиться в офис Сбербанка и уточнить причину, почему карта попала в стоп-лист, и когда она выйдет, да, потому что карта, если уже пополнена, и на ней есть денежные средства, да. Ну мы, как правило, в таких случаях идем навстречу клиенту, мы помогаем вывести ее из стоп-листа, такую карту. Ну вот некоторые пассажиры возмущаются, что списание средств происходит не сразу, поэтому как-то невозможно их контролировать, то ли рассчитался, то ли нет, и только к вечеру приходит вот СМС, что произошел расчет. Это нормальная история? Он на самом деле может быть как вечером, когда выгрузился терминал, так и спустя 7-10 минут. Не всем приходит вечером о списании средств, но бывают и такие случаи, да. А с чем это связано? Особенности работы системы. То есть сейчас у нас, когда выгружается терминал в систему, когда идет закрытие смены, тогда идет и выгрузка данных. Как вы в целом оцениваете ситуацию, во-первых, зима, во-вторых, вот опять же, ремонт моста с общественным транспортом, с оплатой в общественном транспорте, с работой системы? В рамках работы мы видим, что у нас актуальность система набирает, она востребована. У нас, я еще раз повторюсь, более 7 миллионов поездок ежемесячно осуществляется. У нас в течение этого года на 66-66% поездок у нас осуществляется с помощью электронных средств платежа. То есть это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть у нас люди, пассажиры наши предпочитают уходить от наличных денежных средств и выбирают либо транспортную карту, либо банковскую карту. Ну, что на самом деле, наверное, говорит о значимости и об актуальности системы. В основном это какая категория граждан? Студенты? Это как студенты, так и в социальной категории практически все они нарастают. Есть определенный прирост, как льготники, так и пенсионеры, школьники, студенты. Я не могу сказать, что у нас нет роста. У нас на 61% рост по электронному кошельку. Это тоже там разница в стоимости одной поездки составляет 4 рубля. И кто постоянно пользуется общественным транспортом, ну, наверное, это очень, может быть, в течение месяца существенная экономия по денежным средствам. Поэтому и рост его вполне объективен на 61%. То есть я не могу сказать, что это касается только социальной линейки. Это касается и гражданских проездных. Курьерский проездной у нас стартовал с апреля месяца. Его рост тоже постепенно набирает оборот. То есть по мере того, как распространяется информация, и у нас пассажиры считают денежные средства, да, сколько они могут потратить. И к нам обращается в том числе и письменно очень много организаций, которые говорят, расскажите, где им можно воспользоваться. Действительно ли он безлимитный, действительно ли там неограниченное количество поездок. То есть я вижу, что ежемесячно фиксируется. Рассказывайте теперь подробнее, что такое курьерский проездной. Стоимость данного проездного составляет 2,5 тысячи рублей. Неограниченное количество поездок в общественном транспорте. Естественно, что им можно воспользоваться только по тем маршрутам, которые у нас подключены к системе. И которые осуществляют поездки по регулируемым тарифам. То есть из 79 маршрутов 58 маршрутов у нас осуществляют перевозки пассажиров по регулируемым тарифам. Вот там можно рассчитаться как раз транспортной карты с проездным билетом курьерский. А если за месяц не вычерпал всю сумму, что с ним будет? Он же поэтому и называется безлимитный, что вы оптом берете неограниченное количество поездок. Вы можете сделать как 10 поездок, так и 110 поездок. Ну, судя по нашему разговору, в системе все работает бесперебойно, все и пассажиров и вас устраивает, и каких-то нововведений не предвидится? Мы планируем, в настоящее время у нас на заключительном этапе находится тестирование мобильного приложения. Мы планируем к запуске первую его часть зимой, и скоро мы сделаем анонс, потому что, как я еще раз скажу, у нас заключительные этапы сейчас происходят, как это будет работать. То есть у нас мобильный телефон будет выступать терминалом, через который можно будет пополнить свою транспортную карту. Вот это к запуску мы планируем этой зимой. Вторая часть мобильного приложения, она будет разработана в 2023 году, которая будет, мы предполагаем, что у нас через мобильное приложение можно будет выпустить виртуальную транспортную карту. Но чтобы приступить ко второму этапу разработки, нам нужно откатать и протестировать первый вариант. Да, первый. То есть это пополнение наших транспортных карт через мобильное приложение. Я хочу сказать, что все это делается в рамках удобства нашего населения, для того, чтобы у нас не ходили наши горожане, не пополняли в киоски Лига Пресс, Роспечать. Хотя у нас сейчас на самом деле идет рост пополнения через онлайн пополнение. Но, тем не менее, мы запускаем еще один сервис. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Юля Дорохова, руководитель МУП «Центр Транс» города Барнаула.